Мусорный пакет Раздельный сбор мусора дома был всего лишь экспериментом. Мама Яны переживала, из-за этого в квартире появится беспорядок и согласилась лишь ради науки. Однако позже оказалось, материалы для вторичной переработки занимают совсем немного места. Вот сюда мы складываем крышечки от бутылок, сока от всего. Здесь у нас небольшая коробка, тут разные виды пластика. В основном мягкий пластик, стаканчики твердый пластик, пятерочка, пакетики из-под молока и даже вот картон. Отдельная коробка для макулатуры, пакет для утрамбованных пластиковых бутылок. О том, что в этой семье ведут раздельный сбор мусора, посторонние даже не догадываются. То, что переработать точно не получится, мелко нарезается и складывается в бутылку. Из этого потом сделают стройматериалы. Сюда мы складываем фантики от конфет, чеки, различные обертки, которые из смешанного пластика. Одни и те же продукты они теперь покупают в экологичной упаковке. Молоко, например, только в пленке или пластиковых бутылках. Полиэтиленовые пакеты заменили тканевой сумкой. А в школу, чтобы не использовать одноразовые стаканчики, берут свою тару. И уверяют, это совершенно нетрудно. Каждая семья, в принципе, может небольшое усилие сделать, и потом это станет привычкой. И вот для нас в начале этот раздельный сбор, он был как игра. Мы смотрели цифры пластика в переработке, что можно, что нельзя. Следующий уровень, на который уже перешли друзья семьи Беловых, это свои контейнеры для развесных продуктов, чтобы не брать целлофановые пакетики. Однако пока что не все супермаркеты готовы к такому экологичному подходу. Галина Федорченко, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.